Сегодня в нашей программе. Как Всемирный банк помогает экономить? Холод учит ценить тепло. Как подготовились к зиме коммунальники и потребители? МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Более 110 километров сетей при задании. 114 километров, которые мы в ближайшее время закончим. Задание у нас до конца года. То есть не отстаем. Ведутся сейчас работы по модернизации неэффективных котельных. Это порядка 150 котельных у нас модернизируется. Либо технически, либо проводятся какие-то иные мероприятия, которые позволят значительно снизить себестоимость тепловой энергии на этих теплоисточниках. Рациональное использование тепловой энергии и топлива – одна из актуальных задач, которая решается в нашей стране. И один из эффективных путей использования местных видов топлива. В этом можно убедиться на примере Калинковического района, который недавно посетила группа экспертов Всемирного банка вместе с руководителями компании «Белинвест энергосбережения» Гомельского областного управления по надзору за рациональным использованием топливно-энергетических ресурсов. Гостей прежде всего интересовала малая теплоэлектроцентраль. Калинковическая мини-ТЭЦ на местных видах топлива была построена ровно год назад. Строительство современного объекта велось полтора года и финансировалось из средств займа Всемирного банка – это свыше 14 миллионов долларов, а также областным бюджетом. Сегодня мини-ТЭЦ почти на 60% обеспечивает теплом и электроэнергией потребителей 40-тысячного районного центра. Объект сдан в эксплуатацию 26 октября 2018 года. В связи с вводом объекта позволилось снизить себестоимость реализованной продукции на 15%. Это по теплоисточнику и на 4% в целом по предприятию. Что нам позволило на 10% снизить тарифы для юридических лиц и прочих потребителей. Основным направлением также явилось снижение расхода газа на 5,2 миллиона кубических кубометров, что позволило сэкономить порядка 1,2 миллиона рублей. Значимая цифра для предприятия. Четыре в одном – так коротко можно охарактеризовать уникальность калинковической мини-ТЭЦ. Построенная по европейскому образцу, она заменила четыре морально устаревшие котельные. Повысила уровень безопасности теплоснабжения, вырабатывает электроэнергию и позволяет экономить миллионы рублей в год. Только штатная численность сократилась порядка 45-50 человек. Люди трудоустроены, никто у нас не пошел на улицу, никого мы не сократили. Людям предоставлены другие трудовые места. С введением новой ТЭЦ отказались от природного газа и перешли на древесную щупу, которую заготавливают сами. Она примерно в четыре раза дешевле. При этом проблем с недостатком отходов деревообработки нет. Древесину в основном закупают в калинковическом лесхозе. Для запасов на зиму построен склад, установлен дробильный комплекс. Основное направление, как я уже сказал, это замещение газа. Газа местными видами топлива. В настоящее время, в летний период, мы работаем только на щепе. И сейчас уже включили для отопления объекты соцкультбыта. Мы газовый котел еще не включали. Даже при куске жилфонда, при нулевых температурах, 0, там минус 2, мы работаем только на щепе. В предыдущее время, до ввода теплоисточника, мы работали на газу. Представителей Всемирного банка интересовало все до мелочей. Вопросы производства энергии и социальное значение реализованного проекта экологической и технической безопасности. Мониторинг инвестиционного проекта ведется буквально с ноля. У Всемирного банка довольно жесткая политика в области охраны окружающей среды. Все более серьезные требования выставляются к участникам этих проектов, чтобы избежать несчастных случаев, избежать отрицательных воздействий на социальную среду, на окружающую среду. Хорошо сделаны работы, в хорошем состоянии. Все, что должно быть ограждено, ограждено. Там, где должна быть предупреждающая краска, там есть предупреждающая краска, плакаты. И я очень рад был увидеть, что есть уголок техники охраны труда. И в этом уголку перечислены все телефоны. То есть, если что-то произойдет, то каждый знает, куда звонить. Это очень важно. Эксперты также ознакомились с работой тепловых узлов, которые в рамках проекта были обустроены в 18 многоквартирных жилых домах. «Умная автоматика» позволяет оптимизировать расходы на отопление. Это дает возможность поддерживать комфортную температуру в доме в зависимости от температуры наружного воздуха. Такой подход помогает избегать ситуации подогрева улицей избыточным теплом. Оборудование в настоящее время работает очень эффективно. Экономия налицо. Перегрева теплоносителя в отопительный период не зафиксирована. Вода подается согласно температурного графика. Оборудование работает качественно, без повреждений, без аварийных ситуаций. Что можно еще добавить в этом направлении? Ежегодное обслуживание минимальными затратами обходится. Оборудование достаточно дорогостоящее. Стоимость строительства одного ИТП обошлась примерно от 60 до 65 тысяч белорусских рублей. Микрорайоны Север, Мира, а также 8 улиц города – это 160 домов, объекты здравоохранения, 13 школ и детских садов района – теперь уже второй год получают тепло по-новому. От малой теплоэлектроцентрали, которая, по мнению специалистов, открыла новую страницу в истории энергобезопасности региона. Это самый крупный контракт в рамках займа, здесь вот в Калиньковичах, это мини-ТЭЦ. Мне, в принципе, было интересно, естественно, посетить ее, посмотреть, как все работает. Я очень удовлетворен тем, что я увидел, как все хорошо работает. Это одна из лучших мини-ТЭЦ на местных видах топлива, на биомассе, которую я видел в Беларуси. Я очень рад видеть, что и персонал очень, скажем так, воодушевлен. Они эксплуатируют эту новую станцию. Я надеюсь, что все пройдет так же гладко, как и в предыдущую зиму. Это один из таких хороших примеров, которые другие тоже населенные пункты могут перенять, реализовать у себя, может быть, без турбинной части. Проекты по замещению импортируемого природного газа в нашей стране в последние годы реализуются очень активно. Таким образом строятся и мини-ТЭЦ, и современные котельные на местных видах топлива. Кстати, Калиньковичская теплоэлектроцентраль стала третьей в Гомельской области. На местных видах топлива уже работали Речицкая и Петриковская мини-ТЭЦ. А также введены в строй новые объекты в деревне Зябровка, агрогородке Заречья и многие другие в разных районах Гомельщины. На сегодняшний день мы ведем работы по котельной, которая финансируется за счет следствия Мирного банка, в Будо-Кошелеве, модернизации центральной котельной. То есть дополнительно устанавливается блок на местных видах топлива. Будет установлено там порядка 10 мегаватт, которая будет работать на щепе. Ну и также модернизация ведется тепловых узлов, модернизация тепловых сетей Будо-Кошелевых. Это что ведется за счет Семельного банка. Вот, что, если еще конкретно рассказывать, то заканчиваются у нас работы по модернизации котельной. 18-й квартал в Добруше, тоже установлен там блок на местных видах топлива. Вот, ведутся работы по, и в этом году они будут завершены, по установке в центре нагрузок блочно-модульной котельной в городе Хойники. Взамен старой заводской котельной, которая уже отработала все мыслимые сроки эксплуатации. В завершении визита гости обсудили реализацию совместного проекта использования древесной биомассы для централизованного теплоснабжения. А также рассмотрели ближайшие перспективы по вопросам дополнительного финансирования. Ну да, это очень актуальный, хороший вопрос. Сейчас как раз готовится новый займ, он по размеру будет больше, чем этот займ. И в рамках нового займа большой компонент будет именно использование биомассы в системах теплоснабжения. Я знаю, что будет множество новых объектов в разных городах, многие из которых находятся в Гомельской области. Мы ожидаем, что этот займ Совет директоров Всемирного банка одобрит в конце месяца, в конце октября. На 2020-й год, 2024-й год планируется новый займ в размере 180 миллионов евро. У нас будет два компонента. Компонент строительства источников на биомассе. И второй компонент – это тренировация нахважденных жилых домов. На первый компонент у нас выделено 122 миллиона евро. На второй компонент выделено 58 миллионов евро. По Гомельской области мы планируем где-то на 25 миллионов евро. Это 10 объектов. Это Лельщицы, Калинковичи, два Омозыра объекта, Добруш. Вот поэтому такая эффектива. Поэтому мы работаем по Гомельской области только по компоненту номер один. Это строительство источников на местных видах топлива. Чтобы не переплачивать за потребление электроэнергии, тепла и воды, необходим вклад каждого. Как со стороны государства, так и отдельно взятой семьи. Такого правила давно придерживаются во всем цивилизованном мире. Так считают и некоторые калинковчане. Город Калинковичи – это мой родной город. Здесь я живу, здесь я работаю. И поскольку я работаю в районной газете, по роду своей деятельности мы очень часто отражаем работу коммунальников. В том числе и по энергосбережению и энергоэффективности. Чтобы и леса сохранить, чтобы и, скажем, энергию как-то сохранить. И в плане того, что мы не такие богатые, чтобы покупать какие-то дорогие вещи. То есть, ну, я имею в виду и нефть, и газ. У нас тепло. И мы форточки как бы не открываем, но проветриваем всегда. Смотрим телевизор, мы свет гасим. Лампочка у нас одна. Ну, если читать или писать, то включаем полностью. А так мы одной пользуемся лампочкой. С нас достаточно. Электроприборы у нас все работают здесь. Но все экономно. Как гласит народная мудрость, цену тепла опознают в холода. А воды во время жажды. А разумный подход к ведению домашнего хозяйства поможет сберечь немало денег и потратить их на приятные сюрпризы для себя и своих близких. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин